В последние годы поститься стало даже модным. Великий пост теперь соблюдают не только православные христиане, но и люди, далекие от церкви. На семь недель они ограничивают себя в употреблении определенных видов пищи и добросовестно соблюдают пост в гастрономической его части. С неверующими людьми все ясно, они заботятся о своем здоровье. Но что значит 40 особых дней до Пасхи для православных? Можно сказать, что пост – это и есть подготовка к празднику Пасхи. Когда мы постимся, прежде всего мы должны быть на богослужениях великопостных. Служба великим постом особенная. И хорошо бы, если каждый, кто считает себя христианином, был бы ближе к церкви и ближе к богослужению. Если диета по медицинским показаниям обычно соблюдается для исцеления телесных болезней, то цель христианского поста – исцеление души. Не случайно именно в первую неделю Великого Поста в православных храмах звучит покаянный канон Андрея Критского и молитва Ефрема Сирина, которая заканчивается словами «Даруй мне видеть прегрешения мои и не осуждать брата моего вовек». Возможность видеть свои грехи и исправлять их – не естественная способность человека, а дар Божий. И постятся христиане как раз для того, чтобы этот дар ощутить. Нам надо очень внимательно посмотреть на свою душу. Какие грехи, страсти, пороки в ней есть. Стараться исправить их. Часто бывает так, что мы воздерживаемся в пище, но это самое воздержание приводит к голоду и раздражению. Вот этого быть не должно. Надо быть внимательным по отношению к себе и стараться в эти дни ничем не обидеть тех людей, которые находятся вокруг нас. Духовная жизнь, мир и любовь в душе и семье – дела милосердия. Это то, что каждый православный человек должен ставить на первое место, не только готовясь к главному празднику Христового Воскресения, но и воспитывая своим примером детей, для которых ожидание Пасхи может стать временем совместного чтения с родителями Евангелия и рассказов о святых. А маленькой жертвой – отказ от сладкого. Пост для детей не должен быть обременительным. Не надо очень сильно заставлять их поститься. Может быть, какие-то навыки нужно применять к ним, начиная с 7 лет, но совершенно по минимуму. Главный критерий в отношении ребенка – не повредить ему здоровье и развитие его организма. Поститься постом приятным совсем не означает устроить в своем рационе изобилие с пищей растительного происхождения. Пост – это жертва. И приятной или угодной она должна быть прежде всего Богу. Православные, дай Бог помощи вам в совершении поприща Великого Поста, но хочу напомнить вам, что Божья помощь приходит только к тем, кто все свои усилия человеческие прилагает к тому, чтобы совершить какое-то душеполезное дело. В этом году весь православный мир будет отмечать Пасху 28 апреля. А до этого момента по учению святых отцов есть время для сопричастности к Христовым страданиям, осмысления тех событий, а после – особой радости светлого воскресения. Дарья Линская, Денис Корнев. Информационная программа «День».